Добрый вечер, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире передачи «Якут сегодня» в студии работают режиссёры Ольга Степанова и Николай Дмитриев. И я, ведущий, Дедюкин Андрей. В нашем городе вот уже который раз проходит мероприятие под названием «Джем Сэйшн». И сегодня в нашей студии гости, организаторы, участники Любовь Горская и Светлана Парфёнова. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, давайте спрошу сразу, что это за мероприятие, когда оно началось, где проходит просомандр. Хорошо. Вообще, изначально «Джем» — это формат живых концертов, в основе которых стоит импровизация. Это немножечко сложно сейчас звучит, но на самом деле это просто очень классный концерт для души, на который приходят музыканты и любители музыки, которые заранее договариваются о том, что бы им хотелось исполнить вместе, не репетируют абсолютно эту программу, просто собираются и просто эту музыку творят прямо на сцене, здесь и сейчас. В этом и прелесть мероприятия. А как давно оно уже идет в нашем городе? Вообще, первый «Джем» мы провели 17 сентября прошлого года. Ну, по сути, сейчас «Джему» в городе, ну, такому масштабному «Джему» в городе год. На данный момент было у нас 8 мероприятий, включая первый, я так думаю, что на территории даже Дальнего Востока, первый детский джем, который мы провели совместно с Детской школой искусств, с Управлением культуры духовного развития. Это было очень мощно, интересно и для детей, поскольку я сама педагог еще, это был просто незабываемый опыт. Вот. Сейчас буквально на днях мы готовим 9 концерт, который состоится 26 октября, 18.30, в ресторане «Хиллз». То есть можно туда прийти и послушать, как музыканты проводят весело время? Не только музыканты. Дело в том, что наш формат концертов очень сильно отличается от базового представления о том, что такое джемсейшн. Я уже упомянула о том, что я преподаватель, и я очень часто сталкивалась с тем, что ученики, даже посещая уроки, возможно, посещая какие-то между собойные мероприятия и квартирники, все равно не могут найти для себя какое-то место в этом мире, ну, в музыкальном мире. А сейчас мы даем им возможность абсолютно любым талантливым любителям, ребятам, исполнить, возможно, свою мечту, петь или сыграть с настоящей живой музыкальной группой на сцене, на большой сцене с большим количеством людей, еще и без репетиции. Вот это, я считаю, колоссальнейший опыт, и для простого человека, для любителя музыки просто потрясающий. То есть любой желающий может быть? Да, но у нас немножечко более простые, приземленные, да, и, как сказать, к нашим условиям, к нашему городу немножечко более, забыла слово, чуть более привязанные условия к Якутску. Дело в том, что мы не можем просто договориться и собраться и сразу начать играть, да, потому что, к сожалению, уровень профессионализма музыкантов в нашем городе у единиц потрясающий. Правда, их можно найти в нашем городе, но очень-очень узкий круг людей обладает способностями и возможностью импровизировать на сцене. Пока наш город еще немножечко не на том уровне, которого мне хотелось бы и с помощью этих концертов добиться. Соответственно, любители музыки тоже немножечко не подготовлены, и таким образом мы немножко упростили задачу. За месяц примерно или за полтора я собираю программу, передаю ее музыкантам для подготовки. Музыканты немножечко помогают нашим участникам, записывая демо-версии репетиционной игры, под которую, как под минусовки, ребята могут хотя бы готовиться, чтобы не переживать. Вот это небольшой такой нюанс в наших джемах, который мы внесли в условиях нашего города конкретно, который дает уверенность нашим участникам. Ну, а на самом концерте уже как происходит, так и происходит, да. Значит, есть профессиональные музыканты, группа, да? Да. На концерте есть всегда бэнд. Основной костяк у нас обычно два состава, которые меняются. Ну, порядка десяти профессиональных музыкантов, потрясающих, с которыми мы все время работаем. И эти ребята меняются. В бенде 4-5 человек на каждом концерте. И к нам приходят в гости артисты нашего города, артисты якутской эстрады, профессиональные музыканты, которые в городе не гастролируют, просто являются участниками оркестров, к примеру, да? И они приходят просто отвести свою душу. Они приходят спеть очень мощные произведения, интересные, богатые, гармонические, да, которые, как правило, на площадках в нашем городе, ну, не в формате, возможно. Или это такие произведения, которые, ну, поднимают их профессиональный уровень, и они хотят их исполнять. Ну, я в том числе, да. То есть мы берем для себя на джемы такие песни Эвересты, или песни просто для души, чтобы отдохнуть от серых будней и просто сыграть или спеть что-то, ну, любимое для себя, самое классное, самое приятное твоей душе. Но, помимо этого, есть простые люди, которые, ну, как я уже сказала, да, подают заявки и участвуют в категории «Открытый микрофон». С собой я привела хорошего друга Светлану Парфенову. Она участница как раз «Открытого микрофона» и по совместительству супруга нашего барабанщика и басиста Валентина Парфенова. Значит, «Открытый микрофон». Любой желающий может подойти, спеть или сыграть, что-то сделать, да? Да. Ну, как я вообще познакомилась с джемом? Это было еще давно. И Люба тогда только зарождалась, по-моему, эта идея. И мы как-то собрались, ну, так, неформально просто собрались, и она рассказала об этом. Но тогда я еще даже не думала, что я буду в этом участвовать. Я просто у себя воображение уже начала рисовать себя. Ой, а представь, я могу там спеть. Потом вечером все это, ну, вечером подхожу к мужу и говорю, «Валя, а я там смогу спеть?» Он говорит, «Да, конечно!» Так это, а не слышала, что ли, что Люба говорила? «Да, конечно, ты в первую очередь». И это просто было воплощение всей моей мечты. Знаешь, я могу поделить свою жизнь на две части. Это, получается, первая часть – моя жизнь до джема, вторая часть – после джема. То есть этот проект для меня как глоток вдохновения. Знаешь, это то, чего не хватало, оказывается, в моей жизни больше всего. Я как человек, ну, я вообще сама отношу себя людям даже к очень творческим. Как бы я тоже идейная, с детства очень активная. Я всегда любила петь. Ну, это была моя душина. Я пела для родственников, для друзей. Ну, и, наверное, поэтому я вышла замуж за музыканта. Сначала нашего знакомства я ходила на все их концерты. Я просто обожаю, люблю живую музыку. То есть я всегда была зрителем, который смотрела, получается, на сцену и видела все это просто. Для меня это было просто вау. И вот как раз-таки джем для таких, как я, ну, как я, для любителей – это просто… мы можем просто исполнять свои мечты. Это кто-то просто приходит выступать туда, да, она, получается, это исполнение как бы нашей мечты. Я уже волнуюсь немножечко. Ну, получается, там собираются люди абсолютно не только, вот как Люба сказала, люди, профессиональные музыканты, артисты, да, но и такие же люди, как я, представители, получается, различные социальные сферы. Я, допустим, медик. И я очень благодарна за этот проект, Любе. И так, так мне много так хотело рассказать. Ну, понемножечку расскажем. Понемножку, да, расскажем. Значит, такой интересный, кажется, проект. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам и задать свои вопросы по телефону 320066, 321166. Ну, и мы продолжим дальше. А вы сами, Любовь, вообще чем занимаетесь, где учились? Немножко о себе расскажете? Немножко обо мне. Ну, вообще, у меня такой очень интересный, долгий и очень разнообразный путь, видимо, в силу своих внутренних каких-то особенностей. Я человек, который очень много в этой жизни, на самом деле, попробовал. Я жуткий трудоголик, я не могу сидеть на месте. И у меня был свой бизнес. Я занималась декором, оформлением мероприятий, занималась организацией мероприятий. По первому образованию я вообще финансист. Ну, то есть много чем я занималась, но всё равно каким-то образом я не смогла. Ну, поскольку я училась с 12 лет в музыкальной школе, в детской школе искусственной номер один, не смогла даже, оставив это всё, жить без музыки, потому что, ну, я считаю, что есть некоторые люди, которые для этого просто рождены. И я в какой-то момент в жизни поняла, что я человек, который рождён именно для музыки. Поступила после уже высшего учебного возведения в Якутский музыкальный колледж, закончила его по двум направлениям, эстрадный вокал и дирижёрское хоровое отделение. После этого, ну, тут же пошла работать в детскую школу искусств номер один, в которой проработала до последнего года 9 лет. Преподавателем по вокалу. Я успешно и до сих пор очень благодарна этому месту вообще за то, что оно меня вырастило, и за то, как много хорошего и тёплого я о нём помню и знаю. Ну, вообще о Джемме, я думаю, что у многих в период пандемии были разные мысли, а ещё в период пандемии я стала мамой. И быстро давая депрессия и непонимание, ну, поскольку я уже говорила о том, что я человек такой, не умеющий сидеть на месте, это очень тяжёлое испытание, да, со всей радостью, со всем счастьем, которое ты принимаешь, ты ещё и понимаешь, что ты сейчас в больших рамках. А в больших рамках мы были вообще все, и это, ну, такое двойное давление, которое в какой-то момент всё равно заставило меня что-либо делать. И тогда мы с ребятами встретились, я их позвала, у нас тогда ещё были разговоры в другом заведении о подобных мероприятиях. Мы давно уже с нашим другом, с Егором Эфимовым, обсуждали эту тему, пианист, возможно, многие знают его, обсуждали уже эту тему не единожды, и в какой-то момент зимой, 20-го, по-моему, года, или, может быть, 21-го, мы уже прямо обговаривали то, каким бы мы хотели это мероприятие видеть, и договаривались с залом. Но потом случился локдаун, и всё это закрылось, другие обстоятельства жизни нашей страны, и всё очень серьёзно изменилось, и на какой-то момент эта идея погасла, до момента, пока... Мне не хочется рекламировать здесь заведение, но так получилось, что нам очень большую поддержку оказал ресторан с крокки-баром «Хиллз». Почему так произошло? У них, во-первых, изначально, когда они только появились, была очень важная основная идея о том, что музыка должна звучать там всегда, и даже в будние дни там всегда были вокалисты, инструменталисты, которые просто... Каждый вечер была живая музыка. Маленького, большого формата, абсолютно разная. И одним из музыкантов, которые приходили туда петь под минусовки, была я. Соответственно, я познакомилась с ребятами, рассказала о своей идее, и они тут же меня поддержали, что для меня стало невероятным просто событием. И в тот момент всё абсолютно перевернулось, мы просто решились, и мы создали вот этот вот огромный джем. На первый джем мы позвали абсолютно всех музыкантов, все группы нашего города. Мы не знали, как начать. Как-то стартанули, и я думаю, что очень успешно. Конечно, за время очень сильно всё поменялось. Формат немножечко приобрёл определённые рамки, удобные нам, удобные людям. Но мы прям очень надеемся, что мы будем расти. Ну и, собственно, вот то, чем я занимаюсь сейчас, это... Поскольку я уволилась из детской школы искусств в этом году, такое свободное плавание немного ушло, я сейчас в первую очередь воспитываю дочь, я реализую свой проект и хочу его расширять до больших масштабов, возможно, за пределы даже нашего города. Хотелось бы очень, чтобы о нас услышали люди, и хотелось бы, чтобы, наверное, услышало руководство нашего города, потому что, насколько я знаю, наш мэр тоже человек недалёкий от музыки. Может быть, и ему, и руководителям другим тоже когда-то станет интересно поучаствовать в нашем проекте. Конечно, все любят петь, попробовать. Собственно, это основное, чем я занимаюсь сейчас. Ну и организую другие мероприятия тоже. А, Светлана, вот вы сказали, что вы замужем за музыкантом. Немножко такой вопрос. Каково это быть женой музыканта? Каково это быть женой музыканта? Ну, я стараюсь соответствовать. Ну, да, действительно, он меня вдохновляет, можно сказать. И я стараюсь соответствовать. Я хожу на все его концерты тоже, я его поддерживаю. И вот для меня вот этот вот на джеме, вот я вместе с ним выступаю на одной сцене. Вы представляете, я просто видела его всегда и никогда бы не могла подумать, что я буду с мужем на одной сцене выступать. И мой муж сейчас немножко меня подталкивает к тому, чтобы учи, говорит, учи песни, ищи свой репертуар, ищи свой голос, чтобы в дальнейшем, возможно, мы даже можем быть дуэтом споем, возможно, мы даже организуем свой собственный бэнд. И мой муж, я ему тоже очень благодарна, он меня очень поддерживает во всем, и я тоже поддерживаю его во всем. Как-то так. Здорово. Да. Ну, я знаю, что они очень много играют. Да. Ну, и вечерние концерты, и всякие разные. Вот. Кто в доме главный? Кто в доме главный? Ну, я хранительница домашнего очага. Ну, в основном он очень много работает, да, концерты. Помимо музыки у него есть еще другая работа. Он у меня вообще газотехник. Он человек очень разносторонний. Ну, даже не знаю, у нас дома, ну, где-то он, где-то я. У нас равновесие. Равновесие или гармония, да? Гармония и равновесие, да. То есть не так страшно? Нет. Да, и вот я бы про джем еще хотела немножко добавить. Джем — это просто возможность для многих людей выступать на сцене с живыми музыкантами, получается, и исполнять свои какие-то заветные мечты, показать себя. Ой. Ну, проявиться. Да, проявиться. Вот. А вообще, если говорить об истоках джема, что такое джем, когда это начало появляться? Ну, вообще, как и многое в музыкальном мире, нынешнего времени очень многое пошло из джаза. И джем тоже пошел из джаза. В какой-то момент в 30-е годы, еще в Америке, естественно, музыкантам, джазменам стало достаточно скучно играть программу, которую они пишут себе, поскольку они и так были люди немножечко оторваны от классического представления теории музыки и вообще музыкального исполнительства. У них была своя система, которая на самом деле в некотором роде дает возможность простым людям к музыке приобщиться. Ну, то есть их формат письма музыкального, их взгляд на гармонию, на сольфеджио немножечко приравнивает как будто бы простого человека к человеку с музыкальными яркими способностями и наученностью. У них есть свои цифровки музыкальные. И вот, видимо, в какой-то момент мы знаем, что было множество волн развития современной поп-музыки. Одна из волн — это когда музыкантам стало скучно, они стали собираться вместе на определенные такие сессии музыкальные, на которых участники бэндов собирались, не договариваясь вообще, провести вместе хорошо время, но и при этом создавались какие-то музыкальные произведения, очень длинные, на основании мелодии одного из музыкантов, обыгрываемой другими музыкантами. Такие сессии могли по полчаса длиться абсолютно нормально, что музыканты там начинали импровизировать. После, конечно же, множество изменений вообще это направление претерпевало, и даже впоследствии стали появляться бенды, которые как раз-таки специализировались именно на том, что давали множество живых концертов с импровизацией. То есть это был музыкальный коллектив, который гастролировал, но и давал еще внутри своего бенда отдельные концерты с импровизацией. Это еще, вот так, к слову, бытует мнение о том, что джем зародил такое направление в музыке, как бибоп. Бибоп — это немножечко для нашей публики сложное слово, но это одно из ответвлений джаза, которое родилось на основе импровизации как раз. Это жанр с очень быстрым темпом и с невероятно быстрой и техничной импровизацией, которая отличает как раз-таки эту музыку от всего, что было до нее. Ну а в конце 60-х, 70-х, 80-х годах появились уже не только джазовые джемы, но и рок-джемы. И вообще для рок-музыки джемы — это тоже очень важная часть. Ну и вот к слову хочу сказать о том, что джемы существуют в разных направлениях. Как раз-таки здесь мы убили вообще всех зайцев. Мы решили подумать о том, что наш город невозможно разделить, по крайней мере сейчас, по направлениям музыки, поскольку музыка очень сильно обширна, она интересна. И моя первоначальная задача в том, чтобы наш город в отношении музыки объединить. Для того, чтобы соединить людей вне зависимости от того, какие у них музыкальные предпочтения, вне зависимости от того, являются ли они музыкантами профессиональными, учились они когда-то или просто выступают. Объединить всех на одной сцене. Вот это наша задача. Спасибо. Мы сейчас проймемся на небольшую рекламу и вернемся говорить о джеме в джазе. В эфире передача «Якод сегодня» и мы продолжаем в нашей студии говорить о таком мероприятии, как джемсейшн. А в гостях у нас гости, организаторы, участники Светлана Парфенова и Любовь Горская. Я тут, когда вы говорили, вспомнил случай из своей жизни. Мы когда-то выехали в Финляндию в детскую творческую школу «Теремок». И мы, так как мы классические музыканты, привыкшие играть по нотам, не понимали, что мы там будем делать. Но вечером, прямо тот же вечер, все собрались в зале и начали импровизировать. Каждый показывал свое творчество, то, что умеют. И нас тоже заставили присоединиться к этому безумию, можно так сказать. И каждый вечер мы пытались импровизировать, что-то делать совместное. Такие интересные были коллаборации. И для нас, для людей, привыкших играть по нотам, по палочке, это было вначале очень сложно. Но потом дети победили. Конечно, дети — это такие, скажем так, существа, которые побеждают взрослых. И мы всегда идем у них на поводу, получается. А как у вас в работе с детьми, участвуют ли дети в джемсейшн? Ну вот, как я уже и сказала, в этом году весной, точнее, 1 июня, в День защиты детей, мы решили провести первый детский джем в Якутске. Для меня, по моим ощущениям, это мероприятие стало еще более мощным, чем любой взрослый джем, потому что то количество энергии, которое на этом мероприятии было в зале, это просто не передать словами. А для детей, поскольку я преподаватель детской школы искусств была на тот момент, ну и, что говорить, являюсь преподавателем, да, знаю, насколько эта структура подвержена рамкам небольшим. Ну и наши дети, ну, как и в любой образовательной структуре, есть определенные границы, за которые очень сложно выйти. Как раз-таки вот то, о чем вы говорили по поводу письма, да, и нотной грамоты. Дети в образовательных учреждениях знают свои определенные задачи. У них есть план, по которому они работают, исполняют там произведения к техническим зачетам, к академическим концертам. И не так уж часто, к сожалению, исполняют что-то спонтанно, вживую. Нет многократной отработки материала музыкального, который требуется им не только для того, чтобы сдать экзамены, но и просто для себя, для души. Я очень рада, что у нас в городе стали появляться чуть более свободные школы. Музыкальные, да, но я не назову их прям профессиональными учебными заведениями, но это очень важно, что у нас в городе стали появляться частные студии, в которых дети, ну и взрослые тоже могут свободно музицировать, петь или играть то, что им нравится. Не то, что нужно для того, чтобы узнать, что такое музыка на самом деле, а то, что они просто любят, то, что они слышали, то, что они слышали в исполнении других и хотят подражать. И вот Джим Сейшн детский, он настолько стал запоминающимся именно в отношении того, что мы, ну то есть буквально силком, как и вас, притащили на это мероприятие некоторых инструменталистов в нашей же школе тоже, и для них это стало переворотом, конечно, мышления, а для детей это стало таким откровенным, интересным мероприятием. Ну и, естественно, родители вместе с детьми, да, которые всегда были на ровных, аккуратных, красивых, классических концертах, даже в эстрадном направлении, да, сидят в зрительном зале, они погрузились немножечко в другую ипостась занятиями музыки. Ну мы все знаем, что существует и чуть-чуть другая жизнь в музыкальном мире. Есть заведения, в которых звучит музыка тоже, и они не являются плохими на самом деле. Туда можно ходить для того, чтобы заниматься любимым делом вместе, для того, чтобы музицировать вместе, для того, чтобы становиться на сцене свободными. И вот эту грань, я считаю, что увидели дети, это просто потрясающе, потому что многие из них, я знаю точно один случай, девочки-пианистки, которая играла у нас, между прочим, совершенно потрясающе там на джеме, очень переживала, и в тот момент проходила период определения своей дальнейшей жизни, да, как и многие подростки. В тот момент она не знала, чем она хочет заниматься, но при этом заканчивала музыкальную школу. И у нее были жуткие сомнения на этот счет. Но после джема она подошла к своему педагогу и сказала, что она будет поступать дальше и будет пианистом. Для меня это, наверное, определенная гордость. Спасибо. Наш проект несет в этот мир музыку, добро и желание заниматься любимым делом дальше. А как со взрослыми? Взрослые люди... Вы преподаете взрослым музыкам? Да, я преподаю взрослым тоже. Это тоже дети. Ну что уж говорить, что скрывать, да. Это тоже дети со своими комплексами, со своими зажатостями и блоками. И порой даже менее открытые, чем дети, с которыми мы работали в других заведениях. Дело в том, что люди взрослые обрастают еще большим количеством броней, границ, и они себе позволить могут вообще очень мало вещей, которые им не позволяли в детстве, да. Все же мы знаем примеры таких вот парней в школе, там, 10 лет, которые мешают проводить занятия, мешают всем нормально расслаблять, ну, получать знания, да, и которые срывают, грубо говоря, уроки. Но на самом деле сцена требует именно таких. Вот таких внутренних свободных детей, которым абсолютно, ну, простите, наплевать на то, что система сейчас требует. Они просто занимаются любимым делом, им хорошо. На сцене нужно быть таким оторвой, таким ребенком, который любит баловаться, который любит идти против мира, но не против себя. И вот это внутреннее ощущение, которое несет человек со сцены, это как раз таки зрители любят. Ну и вот что классно в работе со взрослыми, впоследствии с уроками, многие помимо каких-то технических навыков открывают в себе того самого внутреннего ребенка, раскрываются, становятся более яркими, становятся более уверенными в себе людьми, и, ну, выходят на сцену, это очень классно. Ну вот говоря уже о том, что у меня есть ученики, да вообще изначально всю базу, помимо Светланы, которую я уже знала, что она классно поет, но до сих пор Бюджета переживает на этот счет, я сто процентов уверена, что ей уже пора создавать коллектив и идти работать полноценно в эту сферу. Помимо этого у меня была большая база учеников, которым хотелось дать этот толчок тоже, потому что они не крутятся в этом музыкальном мире совсем. Они приходят на какие-то концерты и просто сидят, упиваются этим, но только даже мысли себе никакой не могут позволить, что они могут оказаться на той стороне. И как раз-таки с джемом я дала возможность и своим ученикам тоже выйти на сцену и позволить себе то, что они не могли позволить раньше. Вы знаете, я вот как раз в период пандемии работали только детские сады. Я два года работал в детском садике, наблюдал за поведением детей в группе и пришел к выводу, что один-один, как в любом коллективе, дети себя ведут. То есть мы никогда не взрослеем на самом деле, а мы просто задавливаем своего этого ребенка, ну как психологи говорят. Вот. Насколько вам, Светлана, было сложно его, скажем, выпустить на волю? Или это для вас не проблема? Ну, я уверена в том, что большинство людей, да, вот в детстве все мечтали, наверное, все мечтали стать будущим артистами, но там мешают какие-то обстоятельства, особенно в неосознанном возрасте, даже там, ну, мнение родителей. И либо в человеке просто не хватает уверенности в себе. И я с этим очень даже как-то долго боролась. Я была как-то, не знаю, ну, мне всегда говорили то, что во мне есть что-то, ты должна выступать, ты на сцене хорошо выглядишь, у тебя хорошо получается. Ну вот меня, видимо, когда-то так подавили или что-то там случилось, где-то я сломалась. Ну вот уверенности мне не хватало всегда, и оно и сейчас есть, в принципе, и как бы, ну, немножко, да, мешает. Ну вот благодаря джему я вот стала чувствовать себя раскрепощеннее, увереннее. Да я просто выступаю и получаю от этого огромное удовольствие. Моя жизнь просто заиграла какими-то новыми красками. Это драйв, кайф и абсолютное наслаждение, ведь музыка — это в первую очередь чувство, эмоции. И просто какие-то непреодолимые силы внутри меня, и мне просто хочется сейчас прям завоевывать весь мир. Вот как-то так. То есть это очень сильно меняет, да? Да. Внутреннее сознание, наверное? Да. Вообще же вот есть мнение, что, ну, некоторые народы заставляют детей играть на скрипке с детства, вот, потому что игра на музыкальных вообще инструментах развивает ребёнка совсем, ну, совсем с другой стороны. И не для того, чтобы они стали музыкантами, а чтобы вот этот опыт они переносили на другие сферы своей жизни. Вот. У вас как с детьми вообще? Ну, я такой общий вопрос задам. Вы занимаетесь? Со своими собственными? Ой, я так горжусь своим сыном. Он в этом году пошёл в первый класс, и мы его отдали в душе. То есть он прошёл прослушивание, он сейчас с удовольствием занимается фортепиано. И я прям вижу в нём то, что у него есть вот огромное желание играть. И у нас и с преподавателем очень повезло, и даже она говорит то, что вот, да, ну, есть какие-то дети, которые не очень хотят заниматься, там, допустим, могут, там где-то лениться, но она говорит то, что вот я вижу в нём желание, и как бы я очень надеюсь то, что в будущем из него получится хороший, отличный, может быть, очень даже известный музыкант. Как бы я не исполнила свои детские заветные мечты, как бы не стала там известным артистом, актрисой, там, я очень хочу, как бы, чтобы, ну, не то, чтобы мой сын воплотил мои мечты, а я просто хочу, чтобы он свою жизнь связал с музыкой. Всё-таки, да, музыка меняет сознание детей, и как бы всё равно вот музыка, как сказать, влияет, да, воспитывает, влияет, и вот дети-музыканты, они совсем другие. Они какие-то, ну, вообще, да. Вот дети — это наше будущее, да. И вот этот проект, наверное, вы тоже относитесь как к ребёнку своему? Да, потому что, во-первых, они практически в одно время у меня в голове изродились, в тот момент, когда я родила свою дочь. Она ещё совсем, конечно, маленькая, ей три года. Если честно, сейчас у меня есть предположение, что скорее она точно творческая, она обожает танцевать, и, возможно, это ей больше понравится, потому что иногда она мне говорит, мама, не пой вообще при ней. Но всё равно она, по ней сейчас даже видно, какая она ритмичная, какая она музыкальная. И я думаю, так или иначе, она никуда не денется, её мать-музыкант, она всё равно будет с этим связана. Ну, а что она выберет уже в дальнейшей жизни, конечно, будет зависеть только от неё, от её желаний. Ни в коем случае я не хочу. Ну, мы можем только направлять. Ну, тем более, есть такие проекты, где любой может подготовиться и проявить себя. Не обязательно быть профессиональным музыкантом, чтобы заниматься музыкой. На самом деле, вот к чему мы приходим за годы от классиков к нам. Это отличное хобби. А вот развитие дальнейшее, как вы видите вот этого проекта? Ну, вот я тут немножечко гордости и хвастовства. Так, я недавно посчитала, я очень давно хочу создать такой коллаж нашего мероприятия. На данный момент на сцене джема и музыкантов, и простых любителей музыки уже находилось более 115 человек. Это год. У нас было не ежемесячное мероприятие, но вот, к слову скажу, в прошлом году у нас было всего два концерта, а с марта этого года джем — это ежемесячное мероприятие. И вообще, если честно, у меня есть надежда, есть планы в сторону того, чтобы сделать его ещё чаще. Идеальный вариант раз в неделю, чтобы сюда приходили. Ну, это было стабильным чем-то. Мы знаем, что четверг — это наш день. Мы знаем, что в четверг тоже можно отдыхать классно, грамотно, качественно, со вкусом отдыхать. Не просто забыть всё и уйти в небытие после работы, а прийти и круто провести время со своими друзьями, с людьми, которые к тому месту и к тому занятию, к которому вы пришли, они относятся с теплом и с любовью. Вообще, если честно, я бы хотела, чтобы джемсейшн превратился в такой, знаете, своего рода комьюнити людей из музыкальной сферы нашего города, чтобы мы объединили немножечко разобщённые лагеря в нашем городе, чтобы мы объединили профессионалов, которые учились и работают в музыкальном колледже, в школах искусств, в ВШМ, чтобы вот этот вот учебно-методический музыкальный мир мы соединили с миром артистов Саха-эстрада, артистов театра-эстрады, Саха-театра. Ещё, к слову сказать, на нашем джеме уже есть артисты, актёры. Русский драматический театр «Мои большие друзья» и «Моя безумная любовь». Я их тоже сюда притащила, грубо говоря, и они счастливы с нами в этом во всём жить. И я хотела бы, чтобы к нам присоединились все театры и оркестры нашего города, чтобы мы все вместе, ну вот говоря о музыкантах, могли общаться, создавать новые коллективы, создавать новые коллаборации и делать новую музыку. А ведь именно так, да, такая наша огромная могучая кучка снова сможет появиться и делать что-то в этом мире новое, интересное и, возможно, родить новую какую-то музыкальную культуру. Это ещё очень интересно тем, что идёт, ну так, небольшой соревновательный процесс. Кто-то как лучше себя покажет, да? В основе импровизации именно это и стоит, конечно, мы это знаем. Но и ещё, как бы мы ни соревновались, мы друг друга учим. И это гораздо более ценно, чем сам процесс вот этой гонки. В этом и, наверное, вся суть этого джема. На нём растут люди. Да, как раз-таки я очень хочу, чтобы студенты учебных заведений нашего города, которые так или иначе имеют отношение к музыкальному направлению, неважно, классик он или эстрадник. Ну, давайте говорить честно, эстрадников в нашей стране вообще очень мало. Это очень молодое направление. И как мы их можем появить, если не будем немножечко направлять классиков и в другую сторону тоже. Потому что именно они, люди с хорошей базой, создают возможность непрофессионалам тоже становиться музыкантами. Здорово. И хотелось бы напомнить, что когда это мероприятие? 26 октября, 18.30, в Хиллс, Лермонтово, 36. Вы можете искать сайт, в соцсетях можете искать нас, можете искать в соцсетях меня, в соцсетях и на сцене. Меня зовут Ярослава Морей, как исполнитель музыкальный. У меня в профилях везде есть анкеты, которые вы можете заполнять. Можете отправлять мне заявки на участие в джинсейшн. Я их лично сама проверяю каждую, прослушиваю каждого. Ну что ж, спасибо огромное нашим гостям за такую информацию, про беседу. Мы надеемся, что жители города будут участвовать все. У нас будет все больше и больше. Да, это самое главное. Субтитры сделал DimaTorzok